Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я начинаю заключительный выпуск, посвященный проходившему в Сент-Луисе Кубку Синфилда. Это супер-турнир, одновременно являющийся пятым этапом Гранд Честура. В предыдущий раз я сознательно поторопился, известив вас и показав, продемонстрировав, как Фабиана Круана обыграл другого лидировавшего в тот момент шахматиста, даже опережавшего его по напранным очкам на полочка, извините за фатологию, Весли Су. И в результате сделал весомую заявку на победу в турнире. Однако одновременно с ним, ну давайте взглянем, каким было положение перед началом седьмого тура, то есть после шестого тура, лидировал Весли Су, сыгравший шесть партий. Фабиана Круана и Линьер Домингес отставали на очко, но после своей победы над Су, Фабиана Круана его догнал и опередил по плюсам, он вышел на рубеж плюс два, Весли Су. Ну а что в это время делал Линьер Домингес? Дело в том, что Линьер Домингес мог, строго говоря, догнать Фабиана Круана и превратиться в его главного конкурента на финише. В тот момент, когда я прекратил запись и предложил вашему вниманию анализ партии Круана Су, в поединке Линьера Домингеса и Рихарда Рапота ничего неожиданного, такого экстра-рагранного не происходило. Черные имели неплохую позицию, но, впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и я покажу вам, продемонстрирую, что происходило в этой партии, как она развивалась. Е4 сыграл тогда Линьер Домингес на первом ходу, и Рихард Рапотт применил тот дебют, который он частенько использует, применяет, разыгрывает и так далее, а именно защиту каракан. И Линьер Домингес как будто бы поднял брошенную перчатку, сделал самый модный, самый жесткий ход Е4-Е5, и в ответ на слон Ф5 сыграл, конечно же, конь Ф3. Ни слон Д3, ни тот ход, который автоматически делали на протяжении многих десятилетий все игравшие, или практически все игравшие белыми фигурами, потом Михаил Таль начал играть там А4, СД, Ж4 и так далее. То есть это были поиски в правильном направлении, но затем выяснилось, сравнительно недавние времена, уже в 21 веке по большому счету, что белые могут попытаться использовать слона Ф5 не как фигуру, которая решила свои дебютные проблемы, выйдя за чистокол своих пешек, то есть если черный сыграет Е7-Е6, то слон Ф5 пройдет через этот самый барьер на Е6 и не станет, перестанет быть плохим слоном. На самом деле он может оказаться все равно плохим слоном, поскольку немножко неоприучен этот слон, а кроме того, если черный сыграет Е6, то подослабнет ферзевый фланг черных, и они могут столкнуться с трудностями, если начнут играть С5, поскольку белые затеют затеи на этом самом ферзевом фланге. Ну, пока что Е7-Е6, так играет самым принципиальным образом Рихард Рапот. Опять же, как-то осуждать его игру невозможно, потому что Рихард Рапот, он, безусловно, очень много времени посвятил анализу таких положений, и, безусловно, он лучше меня, лучше кого бы то ни было, или большинство шахматистов, во всяком случае, знает, знаком с нюансами того, что может после этого произойти. Вот он играет Е6, конь БД7, а слон Е2, то есть вы видите, что отходы С5 черные в принципе отказываются, во всяком случае, надолго, и они хотят просто иметь прочную позицию в центре, чтобы не бояться никаких идей, связанных с С4, ну а слон, ну что делать, будем уже убегать этим слоном С5, если его начнут атаковать. Пока что конь Х4 играть нельзя из-за ферзевого Х4, это понятно. Короткая рокировка белых, А7, А5, важная профилактика, оказывается, черным важно или желательно захватить пространство на ферзевом фланге, конь Е1 играют белые, пытаясь провести стандартный план, и опять же, этот ход можно признать сильнейшим, принципиальным самым, то есть почему черным так не хочется играть, конь Д7, А5 и так далее, потому что белые получают время, коль скоро черные не давят на центр белых перчей, на пешку Д4, не пытаются организовать в центре контр-игру, то белые могут начать осуществлять свой, так сказать, магистральный основной план, Ж4, Ф4 и так далее. И вот после хода А4, С2, С3 и Ферзь Б6, ну сам Бог велел, в общем-то, не играть слон на Д3, что смотрится как-то не очень хорошо, именно слон на Д3 сыграл Лениер Домингес, а двинуть пешку Ж вперед. Единственным аргументом весомым против проведения этого плана можно признать следующий. Дело в том, что понимал, безусловно, Лениер Домингес, что его соперник, который регулярно играет в защиту Куракан, и очень неплохо, можно сказать, прекрасно готов к тому, что его соперник будет проводить как раз этот новый, ну как новый, самый модный последние годы план, связанный с Е5, Коне в 3, С2 и так далее, его соперник пойдет на эту позицию, и черные к такому развитию событий готовы. Но это, в общем-то, весьма такое относительное оправдание или объяснение, ну объяснение безусловное, а оправдание относительное. Что могло бы случиться, если белые играли таким образом? Ну, наверное, черные сыграли бы Ф6, это, так сказать, гипотезы какие-то. Тут я привожу вариант, навеянный, скажем так, компьютерными рекомендациями. Ну, играть в слон Е4, значит, подставляться подразменно. На самом деле, слон Р6, хотя он и уязвимая фигура в ряде вариантов, но он все-таки защитник своего короля также. Ну, а если Х5, пытаясь организовать контр-игру, взять и теперь слон Х7, почему, опять же, не слон Е4? Давайте прикинем, что такое слон Е4 в данной ситуации. Просто любопытно хотя бы. Ну, белые, скорее всего, сыграли бы Конь Д2, черные наверняка должны были бы взять-взять, и мы получили бы вот такую позицию, которая к явной выгоде белых, потому что контр-игры у черных реальной нет. Пешку Х5 они не заберут, у белых слон ее надежно защищает. Пешка Ф может лишь ударить на Е5, можно убежать 3-0, но у черных кивотает пешки, это еще скроется или нет. То есть, позиция к явной выгоде белых. Ну, а попытки там сыграть как-то Конь Ф5, ну, давайте Конь Ф5 сыграем, можно С5 сыграть, это ничего особо не меняет. Белые играют Конь Ф3, отдавая пешку Х5, конечно, обидно отдать ее, но у белых большие достоинства другие, просто традиционные, хронические, скажем так. Слон вышел на идеальную позицию, Конь также, черные просто не удержат вот эту устойчивую структуру на фланге, скажем, если рокировать, скажем, если рокировать в длинную сторону, что это такое? Ну, белые могут сыграть Конь Ж5, естественный удар нанести, вообще он полугрозил, пограживал, висит ладья на Аш5, Конь Беге6 уражает, думаю, дальше продолжать не обязательно, у белых очевидное значительное преимущество. Это по поводу хода салона Е4. Но если салон Х7, тогда что белые могут сделать? Ну, скажем, Конь А3 или как-то еще. Салон Е4 черные сыграют, а белые сыграют салона В3 чуть-чуть лучше у белых. То есть, вот позиции такого типа по ощущению чуть-чуть лучше у белых, ну, понимаете, чуть-чуть не считается. И может быть, как раз вот на этих путях, после ходов салона Х7, и белые как-то должны, например, Конь А3 сыграть, черные как раз и заготовили некую принципиальную, концептуальную схему противодействия планам белых. Но то, что не сыграл здесь линейный объект с Е4, что было принципиально, безусловно, и вытекало из логики всей игры белых, их дебютного выбора, а ответил к слону Д3, ну, это уступка. Черные могли взять на Д3, ничего страшного с ними не случилось. Здесь позиция какая? С5. Здесь же черные могут себе это позволить. Ну, не факт, что это оптимальное решение. То есть, можно, скажем, поменяться всеми фигурами в вариантах такого типа. Позиции, получается, около равенства. Я делаю ходы быстро, но просто понятно, что черные могут закончить развитие, фигуры почти все поменены, атака на черного кроля не пойдет. Ну, около равенства позиция. У белых не хуже, конечно, но вряд ли лучше. Но Рапот играет слону 6. У меня, в общем, закралось такое впечатление, ощущение, что вот играя таким образом, и дальше мы это увидим уже совершенно четко, Рапот, ну, понимаете, ему было немножко неприятно, что игра на турнире не складывается. Ему хотелось выйти в полтинник, в полюс, побороться за что-то такое серьезное. А тут вот, ну, соперник играет таким образом. А у меня уже хорошие позиции. Соперник, то есть Ленинер Домиугис, пошел куда-то на бок. Ясно, что у меня уже, то есть у Рапота, все в порядке. Нужно попытаться поиграть на выигры. Он играет слону G6. Более жесткие такие проблемы ставит перед соперником. Конь D2, ход белых, слон D3 защищен конем с Е1, понятно, брать его не выгодно. Ну, конь Е7, конь ДФ3, С5, черные начинают подрывы. Теперь уже, когда никакие вскрытия типа С3, С4 даже обсуждать не нужно. Это невыгодно белым. Ладья Б1, защищая, так сказать, пешку и поддумывая движение пешки Б, ну, а кроме того, освобождая слона С1, чтобы куда-нибудь прыгнуть вперед, чтобы пешка Б2 была защищена. Слон H5. То есть вот тот самый ход, черные стремятся к игре на перехват. Минимяемся. Теперь уже слон выполнил свою функцию, стоя на H5, будет сковывать белого коня, будем давить на пешку Д4, потом разобьемся и будем иметь лучшую позицию. Это все не совсем так. И вот слон H5, это, так сказать, оптимистичный ход, который, вероятно, не оптимален. Слон Е3 сыграл из Ленинер Домимки, скорее всего, стоило сыграть H3, а потом G4. И поставить под сомнением сам этот ход слон H5, потому что после H3, если черные не хотят допускать G4, они обязаны ударить на F3, тогда конь Е1 бьет F3, понятно, что у белых лучше. То есть, в общем, идея слона H5 какая-то такая, ну, мягко говоря, рискованная. Ну, белые сыграли слон Е3, с конь С6. Теперь, опять же, можно было сыграть H3 с вероятным равенством. Здесь уже не преимущество, потому что черные могут взять на D4, сыграть конь B4 и разменять этого белого слона. А если он уйдет на Е2, тогда слон с G6 будет атаковать белую ладью. Можно на А2 взять, кстати, пешку на слон Е2. Так что, в общем, даже ничего выдумывать не надо. Короче говоря, не сыграл H3 здесь по вполне понятной причине, которую, думаю, озвучил я только что. Линия Доминги сыграл А3, беря под контроль поле D4 и потом уже белые могут там сыграть H3, G4 и так далее. Черные продолжают слон Е7, H3, наконец-то этот план проводится. Ферзь отступает на С7 и слон Е2. Можно ли играть G4 в данной ситуации? Ну, конечно, черные куда лучше готовы к тому, чтобы встретить вход во всеоружие. И здесь у черных точно не хуже. Более того, в случае размена на G6 и взятия HG подвисает белая пешка на H3 и открывается линия H для черной ладьи. То есть, скорее, у черных чуть лучше, чем хуже, но точно уж не хуже. Вот, это по поводу хода G4. Слон Е2 играет Линияр Доминги. Слон G6, слон D3, слон H5, слон Е2, слон G6, слон D3. То есть, Линияр Доминги показывает, что он, ну, можно сказать, разочаровался в результатах дебютной борьбы. Признал, что, в общем, то, что он сделал, малоубедительно. Он согласен на ничью, если бы было сыграно слон H5, то троекратное повторение позиции. То есть, в этот момент мог Рихард Рапот сказать троекратное повторение позиции, обратиться к суде, и он был зафиксировал ничью. Мог сыграть слон H5 и предоставить эту возможность Линияр Доминги, который мог об этом заявить, или сыграть слон Е2, повторяя позицию еще раз. Но не хотелось, безусловно, не хотелось Рихарду Рапоту смиряться с тем, что вот так вот соперник, который неубедительно отреагировал на его дебютные идеи, в его дебюте, в каракане. Дал черным все, о чем они могут только мечтать, то есть хорошую игру, гарантированное равенство. И он заиграл на победу, вместо того, чтобы довольствоваться вот этой ничьей. Он сыграл B5. Не очень правильная идея, не очень правильное решение, хотя заманчиво и все такое, но B5 брать нельзя, там качество теряется, Ладьян обойдет, под удар попадает, белые играют G3, черные продолжают CD. И, в общем, вот здесь, понимаете, тоже момент такой интересный. Видимо, G3 ход не совсем правильный. Ну, может быть, белым, как ни странно, стоило все-таки взять на G6, если черные в этой ситуации берут HG, что логично, то белые могут там сыграть слон G5 и так далее. Опять же, вот понимаете, я как-то вот полуосудил ход B5, сделанный Рихардом Апотом, на самом деле я осудил, ну, хотел осудить, не само это решение, а вот психологическую установку. Хотя оправдала эту психологическую установку себя. Сыграл G2, G3, поскольку А не взял на G6, Ленинер Домингвис, последовало CD, CD, ну, теперь можно было сыграть слон, бьет D3, конь бьет D3 и конь B6, и у черных просто получше. Ну, полное счастье, потому что пользуется 4 в распоряжении черного коня, белые могут лишь B3 где-то провести, но тогда на А3 пешка подвиснет. Выгнать этого коня нельзя, только разменять с помощью конь D2 и чего-то еще. Ну, а при коне на C4, при отсутствии возможности для белых развивать инициативу и так далее, ну, позиция шикарная у черных. Просто лучше. Такое равно плюс крепкое. Просто заведомо лучше, хотя, ну, не выиграно, конечно, но лучше. Вот. Это по поводу естественного ухода в салон D3. Сыграл с конь B6 сперва. Ленинер Домингвис, не Ленинер Домингвис, а Рихард Рапотт полагает, что на D3 он сможет взять. Может быть, это не оптимальное решение, потому что белые берут на G6. И вот здесь принципиальный момент, который предопределил дальнейшее развитие событий в партии. Черным должны были взять FG. Опять же, вот эта редакция, размена белопольного салона, фуже для черных, чем размен на поле D3, а потом конь B6, конь C4 и так далее. Там у черного было просто лучше. Здесь ситуация неясная, но надо было убирать пешкой F, скажем, H4, пытаясь там обеспечить поле G5, рокировка, атаковать пешку E6 эффективно трудно белым. Ну, конь C4 играют черные, можно там сыграть, конечно, конь F4 здесь. Давайте я прикину, что это такое. Там ферзь D7. Ну, опять же, объектов для атаки в лагере черных у белых нет, конь на C4 очень хорош, а линии F, конечно, E6 пешка подослаблена, но линии F в пользу черных. Опять же, это не выигрышные у черных позиции, но то, что у них лучше, бесспорно. Конь начнет переводиться, можно даже G5 задуматься. Конь переводится с поля F3 куда-нибудь назад. Вот. Но сыграл HG здесь. Рапот, и это существенная неточность, поскольку после H4 сказать, что у черных лучше уже нельзя. Потому что по линии в контр-игры нет. Если черные рокируют короткую сторону, они могут попасть под атаку. H5 где-то, слон G5 и так далее. Но вот они играют конь C4, проводят тот самый план. Слон G5 играет белый и предлагают черным определиться. Судя по всему, черным стоило взять на G5, конь берет G5, конь А5, продолжая какие-то операции на ферзьевом фланге. Но здесь, понимаете, здесь у белых свое давление. И коня с G5 вытесить невозможно. H7-H6 сыграть уже нельзя. Пешка ушла на G6. И давление белых на королевской фланге компенсирует возможности черных на ферзьевом. Позиция на самом деле украл равенства. Может быть просто равная. Вот. Это по поводу слон G5. Но ход был правильный. Но Рихард Рапот, который уже сказал А, и можно сказать, даже сказал Б, то, что я иду на В, я играю на выигрыш, я отказался от трекратного повторения, потом не разменялся на Д3, я пошел на эту позицию. Он, ну, считал себя обязанным доказать правильность, верность своей предыдущей стратегии и сделал ход F7-F6. Ход неудачный, после которого белых лучше. Слон F4. Ну, удары на E5 многочисленные не очень-то идут, поскольку там конь D3 поприветствует черных по линии. Я на чем-то страшно и нельзя брать на E5. Во всем случае, дважды. Правильный ход был, видимо, Ферзь B6, атакуя пешку, стоящую на поле D4. И идея хода Ферзь B6 в чем состоит? В том, что они, черные, пресекают возможность хода конь D3. Вот если конь D3 здесь бы белые сыграли после Ферзь B6, хода, который не был сделан, то конь D4 висит пешка. И это очень важно, потому что, в принципе, черные согласны сыграть король F7 и вот начинать воздю в такой позиции, которая вполне, так сказать, нормальная. Вот. Ну, король G2 можно сыграть, например, и сыграть как-то, ну, я не знаю, там, король G2, ладья C8, скажем. Вот. Но продолжает ту самую активную стратегию Рихард Рапот, сказавший А, говорит, и Б, и Ц, и все остальные буквы, и прорывается. Ну, как вот любила говорить моя жена, Марина, вы ее все знали, знаете, видели, вспоминая о своем творчестве в молодые и не только молодые годы, когда я не вижу хорошего плана, я прорываюсь. Ну, а когда вы прорываетесь, то, сами понимаете, это может повернуться боком. Взятие на G5, взятие на E5, взятие на E5, опять же, брать на E5 много раз нельзя, потому что там начнутся неприятности и по диагонали, и по линии, и по линии E. Ну, черные сыграли слон C5, пытаясь проявить активность, конь D3, слон B6, вообще очень трудно понять. Вот где-то, конечно, где-то в чем-то тактическом просчитался Рапот. Я не знаю в чем. Но, иначе невозможно объяснить, почему из позиции хорошей, даже чуть лучше, ну уж равной это точно, он пошел на позицию, ну, просто проигрышной. Это позиция просто проигрышной у черных, они отдали пешку за бесплатно, у белых все хорошо, они играют G6, прижимая соперника и обеспечивая поле G5 для своих фигур, конь E7, конь G5, атакованный пешкой E6, если ферзь C6, что было лучше, то белые могут сыграть все равно конь F7, и у них большой перевес, просто ферзь D7, эта идея выигрывает просто форсированно. Она гораздо сильнее вот такой редакции, хотя и там, и там, у белых достаточные для победы преимущества. Ну, радио C8, ферзь идет на поле H5, если сыграть конь бьет G6, вышибая опору из-под белого коня, то можно сыграть конь G5. Конь D6 тоже можно сыграть, но лучше конь G5, без дураков, без осложнений, потом ферзь G6 шах, у черных нет вообще возможности защитить этого коня. В D4 сыграла Рапот, последовало конь D6 шах, король ушел, ладья C1, ферзь C6, ну и последний ход, который был сделан в партии, это конь Db4, черные сдались, признав то, что наделали они столько глупостей и ошибок, их позиция у них совершенно безнадежно, что полностью соответствует нашему зрительному впечатлению. В частности, на ход Ферзь C7 следует, конь бьет B5, на всякий случай, а если Ферзь C5, то конь B7 шах. То есть белые забирают еще пешку B5 или пешку C4, но если Ферзь на D7 идет, то взял они C4, взяли, взяли и все, можно еще с лунжем 5 сыграть. Ну ладно, это уже, так сказать, отрукавого, я не буду останавливаться на этом слишком как-то подробно. А вместо этого, ну, во-первых, познакомлю вас с результатами тура. Так, есть ли они у меня? Или я их затер? Знаете, видимо, я их затер. Ну, понятно, что произошло. Оба лидера выиграли, две другие партии закончились в ничью, и в результате... А, вот, вот, седьмого тура, конечно, седьмого тура. Да. Фобиана Каруана выиграла власти Соли, это, по-корроте, я показывал вам в предыдущем нашем выпуске. Лидер Доминингес выиграл в Лихаре Апорте, а две партии закончились в ничью. После этого, после седьмого тура положение лидеров оказалось в следующем. Разные шахматисты, как вы понимаете, сыграли разное число партий. Это объясняется тем обстоятельством, что выбыл после первой сыгранной единственной партии Яншиштов Дуда, и те, кто с ними играли в каждом очередном туре, оказывались выходными. То есть, по плюс два, по четыре из шести набрали Каруана и Доминингес, и плюс одно, четыре из семи, не шести, а семи, после поражения от Каруана набрал Весли Цул. Кто с кем, точнее сказать, никто с кем, давайте не так. Седьмой тур с результатом это положение после седьмого тура. Следующий тур оказался не очень выразительным, все партии закончились в ничью, восьмой тур, и вот после восьмого тура, то есть перед последним туром, турнирное положение оказалось вот таким. Я тут внес некоторую непривычность в обозначении набранных очков, то есть, продолжали делить первое место Фиана Карана и Ленингес, которые набрали по четыре с половиной очка из семи, а четыре с половиной из восьми, то есть, закончив соревнования, имел Весли Цул. В скобках ноль означает, что у него осталось сыграть ноль партий, и остальных по одной партии, партии последнего тура. Ну и спортивники шли, Араньян, не помнящий, Ива Шьелла Граф. Кто с кем играли в этом самом последнем, теперь уже, последнем, девятом туре, то есть, Весли Цул в нем не принимал участие, а Фабиана Курана играл с Рихардом Рапотом, Ливон Роньян играл с Лениером Домингесом. Ну я на ней помню, еще и Саня Шемгери, и Максим Вашьелла Граф, Сарей Зойфер и Джой. Конечно, наше внимание было всецело приковано к партиям претендентов на победу в турнире, а именно к партиям Курана и Лениера Домингеса. Ну и, в общем-то, я сейчас начну показ, рассказ об этом туре с поединкой между Ливоном Роньяном и Лениером Домингесом. Ну, станет понятно, почему я с него начинаю. Так или иначе, поехали. Итак, что сделал в этом положении? Так, я чуть не попытался начать пока с партии на общем плане, что, конечно, явилось бы грубейшей ошибкой. Слава Богу, вспомнил, что нужно перейти вот на такой план с доской. Итак, Ароньян Домингес. Как притекала борьба, проходила борьба в этой партии. Д4. Д4 сыграл Ливон Роньян, последовало Е5, Кони в 3, Конь С6 и Слон Б5. То есть, Ливон Роньян когда-то вообще Е4 не играл. Потом начал играть эпизодически, потом Е4 превратилось чуть ли не в главное его оружие. Во всем случае, ход не менее популярный, чем любые другие, хотя Ливон готов при случае и играть, разыгрывать закрытое начало. На данном случае, вот испанская партия, Конь Ф6, Д3, чтобы не было Берлина. Хотя, честно говоря, после того, как ВССО потерпел поражение, в этой самой достаточно известной партии, то есть, ВССО одержал победу, извиняюсь, ВССО обыграл в этом дебюте. Видите, начал запутываться. Ливон Роньяна, конечно, да. После этого, конечно, ситуация могла измениться, с точки зрения психологической, вот надо ли идти на все эти позиции. Ну, тем не менее, вот следуем, так сказать, популярному направлению. Белые подновывают на ходе Конь А4, пограживают отчасти им, даже на нульной можно сыграть Конь А4, Черным играть А6 не хочется, и от СЛОН ГЁЦ6, взбадривать белых, чтобы они взяли на С6 с потерей для Черных темпа, не хочется Черным, поэтому они играют СЛОН Д7, теперь уже А6 полуугроза, но белые могут сыграть Конь А4, СЛОН Б6, С3, взятие на Б6 от белых никуда не уйдет, А6, Ладья Е1, аркировка, Конь Б6, АБ и Конь Е2. Роньян играет белыми, он прекрасно понимает, что вообще-то, ну, ничья, так ничья, но вот слишком уж перегибать палку и рисковать тем, что можно вдруг проиграть, что Ленинер Домингис, которым вообще сопутствовало счастье, очень приличное на этом турнире, то есть обе партии, в том числе и партии, которые я показывал вам, против Рихарда Рапота, в партии с Яном не помню, чем он просто имел проигрыш Нейншпинт, хотя это было не обусловлено началом поединка, но Ян имел несложный выигрыш в окончании, прошел мимо и получилась ничья, короче говоря, в общем, Ленинер Домингис свои плюс два набрал на, так сказать, на большом фарте, и продолжать этот фарт Левуда Райяну не хотелось, Ладья Е8, Конь Ф1, Конь Е7, Слон бьет Д7, Ферд бьет Д7, Д4, Конь Д6, но вы видите уже, что, в общем, все идет к какому-то такому выхолощиванию игру, вроде белые стоят чуточку симпатичнее, но с другой стороны ход Д6, Д5 уже полуугроза со стороны черных, белые поэтому снимают напряжение, самим Д5 играть им не хотелось, ничего там у белых нет, Конь бьет Е5, Слон Ф4, но С6, может быть, стоило сыграть черным, у них точно не хуже, то есть, скажем, А4, там Ферд С7, можно пойти на тактический вариант здесь, я не буду его до конца показывать, но сделал более обязывающий ход здесь Ленинер Домингис С7, С5, белые ответили Ферд С2, такс-постовел Леон Ронян, пропустил, или допустил, правильнее будет сказать, продвижение С5, белые взяли на Е5, почему? Ну, если взять на Д5, ну, Конь С4 у черных есть, в общем-то, такой вот выпад, который очень неприятен для белых, у черных есть получше, потом на Д5 они в любом случае пешку отберут, а Конь на С4 очень хороший, а после С4 на Е5 этот Конь уничтожается, на С4 он не прыгнет, не полезет, его разменяли, Ф4 здесь неправильно по причине Конь бьет Е4, и белые просто отдали пешку, Ферд висит, это понятно, поэтому Ладья Д1, взятие на Е4, взятие на Д7, взятие на Е4, Ладья Д1, Конь бьет Ф6, испорчены черные пешки, но черная ладья, взятие на Е2, следует всеобщей размены пешек, и вот когда получилась такая позиция, соперники начали повторять ходы, и после троекратного повторения, я уж не знаю кто, обратился к судьям, срокового хода еще нет, поэтому надо в общем фиксировать троекратным повторением ничью, очевидно, даже совершенно ничейные позиции, 33 хода сделано, в общем ничья, ничего интересного, но тем не менее, стало ясно, и уже за некоторое время до того, как все это произошло, стало ясно, что судьба первого места, судьба победы на турнире будет определяться по итогам поединка между Фавианом Каруаной и Рихардом Рапутом, при этом следует отметить, или стоит добавить, что если два шахматиста или три шахматиста делят первое место, то проводятся дополнительные соревнования, тайбрейк, за победу в турнире, то есть, если Каруана не обыграл бы Рихардом Рапутом, а сыграл бы в ничью, если бы он проиграл, тогда бы победил на турнире единоличный Ленинер Домингес, а если бы Каруана сыграл в ничью, то должен был бы он проводить дополнительный матч за первое место, за кубок с Ленинером Домингесом, ну, смотрим, что происходило в этом партии, в этом поединке между Каруаной и Рапутом, ну, у Рапута, я думаю, настроение было, конечно, не очень, две партии он проиграл, вдруг возьмет, хорошо сыграет с Каруаной, обыграет его, ну, то есть, тоже, понимаете, выступать в роли стрелочника не хотелось, но это, я думаю, такие психологические моменты, которые не очень-таки его задевали, но тем не менее, то есть, Д4 сыграл на этот раз не Е4, а Фабиана Каруана, хода Д4, он чуточку больше, мне кажется, в последнее время тяготеет, чем другим ходам, далее следует С4, С6, Конь Ф3, Д5, и белый продолжает Конь С3, ну, пока что, что-то похожее на Славянскую, но черные играют Е6, предлагаю перейти в Миран, белые играют Е3, и вот здесь Рихард Рапот делает несколько неожиданный ход, а можно сказать, совсем неожиданный ход, то есть, каноническое продолжение для этих черных здесь, это Конь Д7, теперь, если белые играют Ферзь С2, уклоняясь от самых острых вариантов, так часто играл Анатолий Карпов, ну, можно сказать, чуточку лучше у белых, на самом деле, ничего особенного нет, не буду, опять же, растекаться по древу и показывать какие-то варианты и рассуждать на эту тему. А классическое продолжение здесь основное, теоретический слом Д3, то есть, белые без потери времени выводят свои фигуры, ну, и провоцируют соперника на уход в Миран, как таковой, здесь очень интересные острые варианты, много всякого разного, много копий сломано, анализы огромные, хотя, с другой стороны, понимаете, в последнее время актуальность этих анализов существенно снижается, поскольку, вот, тот самый фактор. Перестал быть модным этот дебют по разным субъективным, объективным причинам, а коль скоро он не очень моден за чёрных, то и белые, в общем, сюда особо не идут. Но в данном случае, я уж не знаю, что делал бы в случае хода конь Д7-Каруана, может, он сыграл бы в сердце 2, всё-таки, не знаю, может, слом Д3, но G6 упреждает его Рихард Рапот, идёт в сторону, логика в этом ходе определённая есть, если так вот, отвлечься от каких-то стереотипных представлений, то есть, чёрные хотят фенкетировать своего слона, сделать трекировку и при прочном центре, скажем так, в белых должно быть получше. Аккуратно играет слон Д3, меняетесь теперь, если хотите, слон G7, ракировка, ракировка, Е4, то есть, белые прорываются в центре, что выглядит достаточно логично, но с другой стороны, при всём при том при этом, о существенном перевесе белых нельзя говорить, чуточку лучше, да, но очень-очень сильно, нет, почему? Ну, чёрные меняются, теперь, ну, с конь Бет Е4 было бы самым естественным продолжением, вроде, рука просто тянется к коню, чтобы пойти вот сюда, конь Д7, ну, план чёрных связан с тем, чтобы вначале уйти ладью из-под всяких слон Д6, Е5 не угроза сейчас, потому что после размены на Е5 и, ну, нужной редакции, конечно, и взять на Д8, у белых будет перевес, возможно, даже решающий, но, после отступления, скажем, слона, вот сейчас в чёрной сыграде, так, слон Д6 бессмысленно, ничто там особо не светит, на этом слону, а если белые пытаются проводить какие-то медленные планы, то С5 есть ход. Можно как-то по-другому, конечно, трактовать эту позицию, но они, знаю, там ладья Е1, скажем, сделали естественный ход, давайте прикинем, что это такое, но всё равно С5, всё равно С5, и слон Д4 попадает под удар в случае разбена на С5, следовательно, меняться не то, Д5 играть не то из-за хода кони в 6, но и на Б2 просто пешка висит, на самом деле, вот, в случае слона С25, и чёрные получают худшую, но терпимую позицию, скажем так, то есть, вот сюда можно было бы пойти, Фабиан Акурана поставил бы получше, но, судя по всему, он не хотел упрощать позицию, делать её понятной, легко разыгрываемой, без, так сказать, мозговых напряжений со стороны соперника, и он сделал обязывающую, слон бьет Е4, используется обстоятельство в случае размены на Е4, у белых лучше, конь бьет Е4, там слон же 5, где чёрные поля ослабевают, и наличие коня, в отличие от белопольного слона, это очень весомый фактор, дополнительный, который позволяет белым, помогает белым оккупировать это поля и сыграть по этим самым слабым чёрным полям. Но чёрные играют Б5, вот Рихард Рапот, понимаете, он резкий шматист, интересно играет Б5. Теперь, если бы здесь, здесь задумался Каруана, если бы он взял на Б5, чёрные отрилили бы конь бьет Е4, взяли бы на Б5, возникло вот такое положение, в котором у чёрных полная компенсация, непонятно за что, два слона, кстати, у чёрных, некоторые ослабления чёрных полей, но, с другой стороны, лёгкое развитие, и два слона, контр-игра против центра, там уже владяйя 1, давайте я сделаю ход конь Ф6, который в другой ситуации был бы очень неприятен, но в данной ситуации это не то, потому что конь Д7, вытесняем этого слона, он на диагонале не остаётся, атаки на чёрном окраине нет, а в чёрных прекрасный слон, хорошо отмобилизованная фигура и чуточку лучше, чем у белых, а не хуже. То есть, это было бы не то, ну, скажем, ферзь Д2 с идеей разменять черноходных слонов, ну, конь Д7, слон Х6, начинаем играть такую игру, ну, около равенства, то чуточку лучше у белых, но не более того. И вот думал, думал, думал Карвана и надумал уберечь своего слона от размена, ушёл назад, хотите менять слон Х4, меняйтесь. Действительно, размена следует, слон Х6, меняются и слоны, и вторые, так сказать, то есть, не вторые, а белопольные слоны на поле Х6, белый играет ферзь А4, может быть, лучше было сыграть ферзь Е2. У белых чуточку лучше, всё-таки гармоничное развитие, ну, некоторое преобладание в центре, ну, вот после кхода ферзь А4 уже всё не так ясно, потому что непонятно, что делает белый ферзь на А4. У чёрных контраграб на ферзь на фланге слабости реальной нет на поле Х6, а ферзь не поддерживает дальнейшую игру белых, а с Е2 бы он всё-таки поддерживал, мог бы посматривать на королевский фланг, в центре и так далее. На А4 он стоит немножко сбоку. Ну, опять же, скорее в белых всё-таки получше, чем что-то ещё. Может быть, чёрным стоило сыграть Владяев С8, это принципиально не меняло оценку позиции, как чуточку ручшую белую. Чуточку ручшую он ещё особенного. На Д8 решил поставить свою ладьё Ленинер Домингес, нет, ретропот, извиняюсь, контролирует пешку Д4, поддавливает на неё. Слон Е5, естественный перевод, но он не столь эффективен, поскольку чёрные активизируют своего коня, играют на Д5, ферзь С2 и слон Ф8. Слон Ф8, опять же, аналогичный манёвр, то есть чёрные развязывают, они не хотят менять черноходных слонов. Вот просто поменять двух слонов, своего слона Ж7 на белого слона, хочется, если уж разменять слона белых на Е5, а разменивать, то на коня. Ну, логичное решение, конь Д7 или конь Ж4 идеи. Теперь, может быть, белым стоило сыграть ладья Ц1, сохраняя небольшой плюс. Они сыграли конь Ж5. Ну и вот здесь важный момент, что оптимальным решением для чёрных, продолжающим, развивающим идею, начатую ходом с слона Ф8, было отступление на Д7, с угрозой с идеей размена. Если белые отступают, не желая менять своего слона, то Ц5. Вот здесь идеальная расстановка для чёрных, для организации контр-игры. У чёрных изолированная пешка на Д5, скажем, размен-размен. Но оказывается, что у чёрных очень хорошая фигурная контр-игра. Все фигуры чёрных расположены отлично. Даже, в общем, слон не так уж плохо на Ф8. Ладьи выйдут на Б8, на Ц8. Куда-то конь, посматриваясь в центр, пешка Д, на самом деле, не слабость, а скорее сила может пойти вперёд. То есть здесь у чёрных, скорее, чуть лучше, чем чуть хуже. Во всяком случае, точно не хуже. Конь Д7 было оптимальное решение. Но решил более активно сыграть Рапот. Бросил своего коня на поле Ж4. Белые отступили. Ну, отступать назад, или, скажем, на А6, что было сильнее всего, с переводом коня на Е5, поддавливая на слона и на пешку Д4. Ну, вот так стоило сыграть. Хотя, понимаете, после схода слон Е5, скорее всего, ничего лучшего, чем конь Ж4, у чёрных бы не было. Конь Ф5, ну, при слоне на Е5, это не оптимальное решение. А после конь Ж4 повторение позиции. Если конь ДКонь Ф5, то что? То можно сыграть Ж4. Собственно, вот этот аргумент, который белые предъявляют, после того, как они сыграли на слон Е5. Что ещё можно сыграть здесь? Ну, Ф6. Можно ли сыграть Ф6? Вот здесь вот. Вот так вот. Нельзя. Почему? Потому что взяли на Д5 и взяли на Ф6. Вопросов нет. Взяли на Д5, с темпом атаковали ферзя чёрных, взяли, взяли на Ф6, выиграли пешку за бесплатно. А конь Ф5, напомню, Ж4. То есть, вот можно и нужно было сыграть конь А6. Но Рихард Рапот решил вернуть своего слона на поле Ж7, поскольку теперь хода слона Е5 нет. Конь на Ж4 контролирует это поле, а на Д4 пешка у Белого есть. Белый мог бы уходить конь А4 добиться или обеспечить, зафиксировать небольшое преимущество. Вот так вот сыграть. Но другие планы у Курвана. Он решил отступить на Ф3. На полутонах идёт игра. Всё равно у Белых чуточку лучше. Может, конь А4... Ну, я не знаю. Сопоставлять, сравнивать силу ходу конь А4 и конь Ф3 трудно, потому что и там, и там чуточку лучше у Белых дело вкуса. Но в данном случае практические соображения были, видимо, ими руководствовался Курвана. Отступил конём, защитил пешку. Конь на Ж4 будет вынужден вступить, и Белый займут по ДЕ5. Ну, конь А6 был оптимальный ход. Не на Ф6, на А6, на Ф5 и так далее. Хотя здесь всё равно Белые играют конь А4, заводя своего коня у них поручше. Ладья Ц8, так рефлекторно рукой, я уж не знаю, из-за каких-то соображений, сделал такой ход рапот, дожидаясь того, что конь Ж4 будет прогнан, согнан. Но Белые играют... Вот конь А4, видимо, был оптимальный. Конь Е4 сыграл Курвана, и вот здесь чёрные всё равно должны проводить тот самый план. Конь А6, перевод коня на Ф5. У Белых здесь получше, потому что можно сыграть слон Е5, меняя слонов. И это всё-таки то, чего чёрные избегали всё время. Чистую размин слонов. Короче, тот подослаблен, хотя не очень сильно. Но конь С5 у Белых получше. Конь Ф6, примерный вариант. Б4 можно сыграть. Ну, Ладья Д5 лучший ход за чёрных, потому что взятие на Б4, эта штука опасная, ибо Белые резко-резко-резко активизируются. И после этого хода, что делать? Если Ф5, то Конь Б7 теряется качество. А если уйти на А3, тогда что? Тогда можно преследовать этого Ферзя, заставить его всё равно встать на А5 и сыграть Конь Б7. Ну, чисто конкретная ловушка. То есть Ф4 не то. Ладья Д5, скажем там. Ну, Белый там играет, как-то Ф3, и начинаем возить эту позицию. Здесь уже невооружённым глазом видно, что Белые стоят получше. Гармонично всё расставили. Ферзь на С3 стоит хорошо, Конь Ц5 стоит хорошо. Ну, Ладья Д8, какая-то контр-игра. Но реальной угрозы взять на Д4 нет. Ну, давайте сыграем Ладья Д8. Что это такое? Можно отступить. Избыточно защитить эту пешку, чтобы второго коня освободить. По линии С поддавливаем. Ну, получше. У Белых не намного, но лучше. Ну, сюда решил не идти. Рихард Рапотт сделал ход Ц5. Чем он руководствовался, сказать, трудно. Ну, вообще, сказать, понятно, что он руководствовался тем, он хочет получить контр-игру. И он её получает, но не за бесплатно. Ответ первых ДЦ. И у них после этого хода естественнейшего преимущества. Вот не было особого преимущества, чуть лучше. Но не более того, после коняш 6, видимо, чёрные просто удерживают позицию. А было сыграно Ц5, ДЦ и ферзь бьёт Б2. То есть чёрные не проигрывают пешку, но у белых появляется сильная проходная по линии С. И это уже очень неприятно, хотя чёрные ещё могли вот на, так сказать, краю пропасти задержаться, не оступиться, не упасть, не рухнуть, а сыграть, решить тактические проблемы с помощью вот такого странного хода. То есть сбивают белого коня или меняетесь на Ф6, а слоббьёт Ф6, пешка Ц5 уже во многом уже слабость, а не только сила. И более-менее ничего. Но здесь какой вариант? Конь Д6 плавный. Если не конь Д6, проблем нет. У чёрных всё хорошо. Тут же с конь Ц3 играем на встречных курсах, ладья бьёт Ц8, качество отыгрывается, получается вот такая позиция, на которую идти страшно. Потому что белый играет ладья Б8, выручает свою пешку, стоящую на Ц5, путём размена ладей, и кажется, что пешка Ц может решиться у него партия, тем более, что пешка А7 висит. На самом деле, вот после конь Д5, но у белых ничего нет. Чуть-чуть лучше, ничего особенного. Если слон бьёт А7, это важно, то конь Ц3, если А3, тогда конь Б5 отыгрывает пешку. А если белый играет Ц6, пешка хотя бы хочет пройти вперёд, тогда конь Е7 заставляет сыграть конь Д4, потому что вперёд идти особого смысла нет. Теперь конь Ц3, Ц7, А6, уводим пешку из-под удара. Если конь Ц6, то чёрный конь с удовольствием мог бы стать без удовольствия, совсем без удовольствия. Конь Ц8 проигрывает из-за конь А7 сразу. Тоже не проигрывает. Конь Б5 ещё. Но сильнее всего так сыграть. Конь Д5. Конь А7 и конь Б6. То есть чёрные выстраивают вот такую вот крепостную стену, и эта позиция вообще с преимуществом чёрных, белые заигрались. Дождались того, что пешка Ц превратилась в слабость, хотя и далеко продвинутую слабость. Это по поводу конь Ц6. Ну а скажем Ж4, тогда там играем как-то спокойно, вот так вот. Ну, можно ли взять на Е6? Такой накальный ход, а взять на Е6, а чё такое вообще вы делаете-то? Взять на Е6, ну, конь бьёт А2 тогда. То есть белый конь ушёл в сторону, вдаль, так сказать, от поля Ц8. Теперь до поля Ц8 раз, два, три хода, чтобы взять на контроль поля Ц8, а не два. То есть белый конь ушёл в сторону, чёрные взяли пешку, у них своя проходная. Позиция у белых практически не лучше. То есть не конь бьёт Е6, а конь Ц6, атакуя коня как-то раньше, бить его нельзя Ц8 ферзь, тогда отступили, с кармом разменялись, разменялись, слона 7, король Ф7. Вот эта позиция всё-таки у белых получше. Но, видимо, она ничейная. Вот Е5, затем идём на Е6, потом там как-то играем А5. Вот чёрные эту позицию удерживают, но у них похуже. То есть это факт, что у них похуже. Что-то я здесь сделал неосторожную вещь. Подкладка вылетела, и кадр начал шататься. Вот. Но вместо хода коня в 6, такого этюдного, чёрные, конечно, сами наиграли, доиграли из-за такой ситуации, когда нужно уже спасаться. А вместо этого они отступили слоном, так, ну, слона атаковали, отступили. И вот после этого у белых уже большое преимущество. Просто они, сохранили всю ударную мощь свою. И обе ладьи хороши, и конь на Е6 лезет, и атаковать пешку С5 невозможно. Конь на Е4 пассивен. Ну, что делать? Было лучше сказать о ладе С6, хотя, видимо, после А3 отступление и кони Е5 у белых всё равно хорошее преимущество, хорошие шансы на победу, но до выигрыша ещё далеко. А после хода слона А6, атакуя белую ладью зачем-то, эта ладь с удовольствием ушла, преимущество нарастает. И теперь ходом А3 белые, видимо, выигрывали почти форсированно. Этот ход не был сделан. Далее конь бьёт Ф6, конь бьёт Ф6, С6. Пешка идёт вперёд на лихом коне, ладья вторгается на Б7. Все фигуры белых могут выйти куда надо. Позиции с большим перевесом. Сыграл сразу С6. Сыграл сразу С6 из Круана. Сказать, что этот ход выпускает многое не могу. То есть, немножко осложняет задачу белых. После этого у чёрных появляются шансы какие-то. Хотя, с другой стороны, понимаете, о вкусах не спорят. Поэтому не буду обсуждать этот ход. А3 было потехничнее, на мой взгляд. Но тут всё равно. Вот Ф5, то есть тот аргумент единственный, который нужно учитывать, когда белые сразу играют С6 без А3. То, что может сыграть и Ф5, а потом уже конь может с Ж4 ужить. Но конь идёт на Ж5, ладья Е8, белые играют ладья Б7. Собственно, позиции всё равно смотрятся здорово. Конь Е7. Ну, конь Е7 проигрывает форсированно. Правильнее было сыграть А6. Вот так вот. А6. Прогнать белого коня. Конь может лезть на Ф7, залезать. Ну, другого у него пути просто нет. Но это хороший путь. Скажем, Ф4. Пытаемся разрушить взаимодействие. И вот здесь вот надо сыграть А3. Потому что в случае взятия ситуация оказывается не столь простой. Ибо чёрные берут на С6. Угрожает мат по первому ряду. Нужно делать какой-то ход типа Ж3. Аж 3 не годится из-за ладья С1. Всё равно шах и мат. Надо играть Ж3. Чёрные играют ладья Е7. Ну, размен-размен. Скажем, если размен-размен. Взятие на Ж4 не то. То есть, материальное равенство вообще ситуация крайне непонятная. Ну, можно сыграть конь Д8. И играть эту позицию. Ну, вы видите, даже невооруженным глазом видно, что коль скоро белые не добрались до этого коня. и начались обмены, потеря проходной пешки белых. То это не то. Вот. То есть, это ход H6. Вот нужно его было сделать. И после коня F7 сделать F4. Сделать не ход слон бьет F4, а ход H3. Вот ход H3 обеспечивал белым, несмотря ни на что, преимущество. Вот такой удивительный ход. Атакуем черного коня, заставляем его высказаться. Ну, на самом деле, черные обязаны взять белого слона. Белые берут HG и сохраняют большие шансы на победу. Потому что конь F7 теперь неуязвим. Он может на E5 пойти и так далее. И белый доминирует. Хотя, с другой стороны, понимаете, не так уж много ладья E7 и шансы спасения есть. Вообще нормальная позиция. Давайте прикинем. А если по-другому поступить? Давайте. Вот мы все-таки не H3, а с ромбит F4. Я так заинтересовался вдруг. Взятие-взятие. Не ладья бьет F4. Тогда у черного все в порядке и за ладья бьет F6. Плохо уходы и делал. А здесь H3. Вот так надо трактовать позицию. Вот так. Вот. Тогда все-таки у белых лучше действительно. То есть, если конь F6, тогда ладья бьет F4. Атакованные черные кони. Белые забрали, отыграли фигуру и не потеряли пешку C6. Ну, конь F2, если тогда все равно ладья бьет F4, конь D3, чтобы не потерять фигуру. Ну, с ромбит F5, это конь бьет H6, потом ладья на F7, лезет Мат. Или там конь G5. Плохо черным будет. Вот. А тут ладья F6, и вроде все равно белые, скорее всего, выигрывают. Ну, в общем, выигрывают. При аккуратной игре. Дальнейшей. То есть, H6 тоже не очень помогала. Но все-таки было более хитрым ходом со стороны черного. Конь E7 было сыграно. Конь E7. Теперь H3. Белые играют спокойно. Просто выигрышная совсем позиция. Конь D4, доминация, защитили пешку C6, это клубная пешка E6. Если E5 сыграть, тогда сломбит E5, разумеется. То есть, пешка не может убежать с поля E6. Слонбит на G3 белых стоит. Поэтому надо играть H6. Взяли. Лишняя пешка плюс доминация. Конь бьет C6. Ну, вроде бы, черный отыгрывает материал. На самом деле, как бы не так. Взятие на F8. Если бить на F8, то потеряется фигура. Белые возьмут на G6. Поэтому Конь бьет D4. Теперь ладья бьет C8. Взятие, взятие, взятие на G6. Проходную белых, свою проходную белые отдали. Но забрали ключевую пешку на G6. И черный король ужасен. Абсолютно выигрышная позиция. Была сыграна ладья C1. Отступили. Конь ушел. Слон идет на поле. F4. Слон бьет H6. Угрожает мат на G7. Ладья G7 мат. Черные отступают. Белые играют конь E7. Король бьет вперед. Взятие совсем худо. Ну, худо во всех вариантах. Если взять-взять, тогда на G7 пешка потеряется. А тут такой ход. И последний ход белых, который был сделан в партии Слония Трипус. У которого черные сдались. Поскольку теперь уже брать совсем нельзя. Но и там было плохо. Но и совсем нельзя. Взятие-взятие. Конь G7. Слон D4. Две лишние пешки. И все. Собственно, больше говорить не о чем. Я же приступаю к подведению итогов. Итак. Каковы же итоги? То есть, во-первых, подведу итоги девятого тура. Заключительного тура. С результатами. Да. Вот здесь. И поставил Фабиана Круани единичку. Давайте я поставлю вот сейчас. Как-то я забыл это сделать. Внутри головы уже себя это обозначил. Нет. Это не та. Не та табличка. Извиняюсь. Я не ту табличку взял. Вот эта табличка. Да, конечно. Вот эта табличка. Сейчас я поставлю этот результат. То есть, Фабиана Круана выиграл у Рихарда Рапота. И в результате выиграл и турнир в целом. Вот так. Подвожу итоги. Подвожу итоги. Все остальные партии закончат ничью. Поэтому я их не показываю. Хотя у Яна Непомощева, Саня Шемгери довольно любопытные события были. Но они не, так сказать, принесли результат. Итоги турнира вот такие. Первое место чистое. Занял Субиана Круана. У него 5,5 очков. Плюс 2. 5,5. Нет, плюс 3. Плюс 3. 5,5 из 8. Ведь из 9. Плюс 3. 5,5 из 8 у Круаны. Плюс 2. 5 из 8 у Домингеса. Уже здесь. Ну, у Рихарда Рапота можно... Вот я давайте тоже забыл. Ликвидировать вот этот недочет. Сейчас я его ликвидирую. Поскольку осталось у него столько же очков, сколько и было. Вот так вот выглядит табличка. Так. Зря я. Зря я сдвинул. Окей. Будем считать, что так уже нормально. Итак. 5,5 у Круаны. 5 у Домингеса. 4,5 у ССОУ чистое. Третье место. И далее в партийнике остались 3 шахматиста. Аранян, не помнящий Максим Ашиллограф. И далее Аниш Гири, Ализавета Ферюджа и Рихард Рапот. Что это все означает? В числе прочего хочу отметить одно обстоятельство. Сейчас взгляну, какой стал рейтинг у Али Резы. Не Ализавета Ферюджи, разумеется. А Фабиана Круаны после этой победы. После этой яркой, безусловно, такой победы. У него был рейтинг, в какой-то момент коснулся отметки 2,800. Потом ушел чуть-чуть ниже. Сейчас у него текущий рейтинг 2,804,0. У Магнуса Карсена 2,829,6. То есть, отрыв Карсена от Круаны сейчас составляет менее 25 пунктов. Это мы уже давно не помним. Когда такое бывало. Что касается следующих шматистов в этом списке, то у Накамуры 2788, у чемпиона мира Дина Леженя 2780. Но тем не менее, как и Круана, выиграв несколько турниров подряд, ведь он вышел победителем и четвертого этапа Гранд Честура. И вообще, он сделал очень весомую заявку на то, чтобы выиграть и все многоборье. 2-2-2 кубка выиграл подряд, практически обеспечил себе победу. Но тем не менее, факт есть факт. И Круана действительно сейчас уже застолбил за собой такую безоговорочную вторую позицию в мире после Магнуса Карсена. Как говорят, сильнейший шахматист мира. Да, это Магнус Карсен, хотя чемпион мира Дин Лежень. Второй шахматист мира. Это Фабиана Круана, тоже очевидно. Ну а дальше все остальные, включая четвертый номер Дин Лежень. Ну что ж, на этом наши выпуски, посвященные Кубку Синфруда, который проходил в эти дни в неформальной шахматной столице США в городе Сент-Луисе, завершаются, подходят к концу. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном режиме, так и в сети интернет. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!